Когда я теряла зрение, я видела только красный цвет и серый. И мне хотелось изобразить человека, как я его видела. Это как будто бы на голову надели пакет из магазина. Я так боялась потерять зрение, что я отвесила окно полностью, чтобы ночью просыпаться и смотреть на фонари за окном. Плакала и скучала по солнцу. Мне очень сильно не хватает посмотреть в глаза. Есть такое ощущение, что ты один во всем мире и вокруг пустота. Я родилась в деревне Лесная, в Барановичском районе. У меня было очень счастливое детство. И в школе я была отличницей. Училась всегда хорошо. Была счастливым ребенком, папиной любимицем. Я сама этот момент не заметила. Я стала очень сильно худеть. Помню, я приходила со школы, не могла долго переодеться. Просто сидела на кровати, отдыхала. Мама звала меня поесть, а я уже как бы не могла особо. Вот как она мне рассказывала. Приходит в комнату и смотрит, что я лежу, и у меня уже синие губы. Проснулась я уже в реанимации, но я как ребенок этого не поняла. Это кажется, что я побыла в коме где-то трое суток. И мне диагностировали диабет. Врачи дали мне схему. Там, я как сейчас помню, это было дважды по 10 единиц уколоть. Это протофан, и трижды по 8 единиц актропида. Я следовала только этому графику, и все было в порядке. У меня даже не было таких сложных ситуаций в школе, чтобы мне надо было экстренно делать укол, либо экстренно поесть. Естественно, я не могла себе представить, что я останусь дома. Поступила в Минск. Было много стресса по учебе. Я очень волновалась, что я не смогу, что-то у меня не получится. В университете весил, наверное, 40 килограмм. И я, когда иногда шла по коридору в общежитии, я слышала себе вслед, что, боже мой, какая худенькая девочка. И тогда у меня начались проблемы с тем, что сахар стал снижаться неадекватно, снижаться и повышаться. То есть я не могла подобрать себе дозу. А так как надо было учиться, я уделяла этому не так много времени, как следовало бы. Проблемы начались буквально, возможно, в 2018 году. Но вообще это достаточно стандартная история, как говорят эндокринологи. Потому что первое осложнение вообще у людей с диабетом начинается через 10 лет болезненно. Так как я хорошо зарабатывала, я решила поменять себе инсулины на самые современные. Но, к сожалению, они действовали очень жестко. То есть это очень быстрого действия. Они снижали сахар быстрее, чем был мой метаболизм. В итоге мне приходилось еще больше еды подъедать. И, в общем, пока шла эта регулировка, именно низкие сахара спровоцировали, скорее всего, вот это кровоизлияние в глаз и остальные проблемы. Это был 2019 год. Утром просыпаюсь, у меня перед левым глазом серое пятно. Я не поняла, что случилось. Я первая мысль плохо смыла тушь. Не смылась, поморгала, не помогло. Это как будто бы на голову надели пакет из магазина. И через пакет я смотрю, ну такой тоненький. Потом я поняла, что это не в туши дело, так как я уже начиталась, знала, что такое осложнение диабета. Врачи-эндокринологи посмотрели, они думали, что это все быстро пройдет. Диагностировали кровоизлияние. И кололи уколы в левый глаз. Ну и вот я, чуть-чуть сахара там подровняли, меня быстро выписали. Пятно не проходило вообще. В какой-то момент я начала, так стресс такой был сильный, что я очень много плакала дома, не понимала, что делать. Ну, ходила на улицу гулять, чтобы отвлечься. Я видела солнце, людей, горизонт, тени. Ну, правым видела не на 100%, потому что это парный орган, и он, к сожалению, тянется за другим. В какой-то момент мне диагностировали отслойку сетчатки, потому что кровь, которая была в стекловидном теле, она стала затвердевать, не рассасываться, затвердевать. Это мой процесс рабочий. Операция на сетчатке, это подразумевает удаление стекловидного тела полностью и замена его на силикон. Это руки и бабочки. Вот здесь на руке бабочка, и здесь вторая повыше. Я впечатлилась, когда меня люди переводят через дорогу, кто-то подает руку, и всегда чувствуешь. Вот я про доверие, что в руках тоже очень много всего по руке понятно. Ну, в общем, операция достаточно сложная. Это если простыми словами, конечно. Заняла три часа под общим наркозом. Я очень тяжело перенесла этот, даже наркоз тяжело перенесла. И проснулась уже, перестала видеть вообще левым глазом. Уже выйдя из больницы, я понимала, что самостоятельно я на улицу не выйду. А так как еще начали колоть уколы в правый глаз параллельно, как будто бы его поддерживая, там кровь тоже стала разбрасываться. Я, конечно же, испугалась. Но в тот момент я верила, что все будет хорошо. Врач сказала такую фразу, которая делала операцию. У вас там сетчатка, как брезент. Мне не удалось удалить фиброз. Начала плакать ночью в палате. Всех разбудила. Ну, я не специально. Я пыталась накрыться одеялом, плакать там. Я потом, помню, вышла на коридор, чтобы никому не мешать. Дошла там. Пусто было ночью. Я всю ночь проплакала на коридоре. После операции, кстати, надо было, наверное, сказать, мама приехала ко мне. Мы жили здесь, в этой комнате. Потому что после операции было восстановление очень тяжелое. Мне было сложно с постели подниматься. Плюс был такой момент, наверное, я уходила в себя. Так как зрение сильно ухудшилось, я получала удовольствие от снов. И когда я ложилась спать, я видела сны. И там мне казалось, жизнь ярче, чем моя жизнь. Здесь я на море. Я летала в Тунис. Это 2018 год. Мне было 31 год. У меня в голове была единственная мысль, что я вернусь на работу. Что вот-вот еще месяцок какой-нибудь, я восстановлюсь, и я снова приду на работу. Я все время думала про это. В голове даже мысли не было, что 30 мая это был последний рабочий день. Я начала искать выходы, которые могу. Нашла врача в Москве. Вкладывала деньги, хотела построить жилье себе в Минске. Да, я взяла эти деньги, поехала в Москву. Врач предложил оперироваться прямо в тот день, когда я приехала. Утром, когда я проснулась, у меня на глазу была повязка. И я понимаю, что из-под этой повязки настолько много света, он прям пробивается отовсюду. И я с такой улыбкой проснулась и поняла, что я вижу. Я видела весь спектр цветов. И когда я приехала домой, я это чувствовала. И с каждым днем у меня зрение становилось яснее и яснее. То есть я это осознавала. У меня была улыбка. Я сидела дома, песни пела на диване. Одна. Злит пылесос. Я запутываюсь в нем постоянно в проводе, потому что надо включить его либо там. И непонятно, где я пропылесосываю. А вдруг я вот здесь оставила пятно мусора. Вот это меня раздражает в быту. А вы черный чай будете? Да. И вот я полтора месяца проходила. Надо было ехать на повторную операцию, лететь вернее. Начался вот этот уже ковид. Это был март 2020 года. И мы когда прилетели, он сказал, врач сказал, результат очень хороший, супер, идем на операцию. И ночью после операции была очень сильная головная боль и очень сильно болел глаз. Я просто не могла поднять головы с подушки. И сестра уже ночью понимала, что что-то не так, что я не поднимаюсь. Когда проснулась, я поняла, что я не вижу света из-под повязки. Я знаю, что вот это пятое. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот так. И в какой-то момент врач говорит, что я не в силах вам помочь. У меня была истерика на первом этаже московской клиники. Вот мы коридор. А сейчас правым ничего, левым свет. И когда иногда махну себе вот так вот рукой, вот как сейчас, перед глазами, даже в очках, я вижу, например. А когда на улицу выхожу из солнца, то какие-то вот такие точечные движения, например, машина проедет, я тень увижу. Там, что машина проехала вот перед носом, например, если я стою на пешеходном переходе. Я помню, как я раньше не могла вкрутить лампочку, если нет света, то есть темно. Я открывала дверь туда, чтобы дверь была открытой, чтобы там свет был. Я открывала, так вкручивала лампочку. Сейчас я просто об этом не думаю. Я сразу встаю и вкручиваю. И все. Сейчас покажу. Где-то вот здесь будет коробка с таблетками, с лекарствами разными. И вот здесь все, таблетки. В 2020 году из-за того, что было много-много антибиотиков, я начала сильно отекать дома. У меня отеки такие, что я не могу в тапок всунуть ногу. Я обратилась к плечам, начала высоко подниматься давление, и мне сказали, что нужно проверить почки. То есть, в какой-то момент я сижу, ничего не ела и просто понимаю, что у меня надувается живот, под лицом вот здесь вот все надувается, шея надувается. Приходит врач, меня берут тест на коронавирус, и у меня ковид. И в этот день показатели по почкам рванули так вверх, меня перевели в реанимацию. За последние три года я перенесла 18 сложных операций, 6 это связанные с восстановлением зрения, очень длинная операция, это трансплантация органов, пересадили почку поджелудочную железу, еще 9 операций, связанных с тем, что инфицировался шов. Жалела я себя, наверное, когда у меня был гемодиализ, потому что там непонятно, потому что гемодиализ это путь в один конец. Было очень тяжело, я не поднималась с кровати, но каждый день приходил хирург, спрашивал, как дела, он смотрел на меня, я улыбалась ему, товарищ Корсак, все будет хорошо. Ну, особо я никуда не выходила, только еду готовить стала. Омлет по утрам делаю, там яйца, молоко, мука и сыр. У меня была мультиварка, они часто ломаются, потому что она самая дешевенькая. Ну, вот таких уже особо и нет. Они все сенсорные, а такую найти сложно даже. Иногда просто из-за этого приходится одну и ту же еду есть. Например, если я приготовила утром гречку, значит, вечером тоже будет гречка. Психологический момент принятия произошел, когда я взяла трость в этом году и начала выходить на улицу. Начала сама выходить, учиться. Помогало то, что я эту дорогу знала, что я здесь жила раньше, видела все, примерно понимала, что здесь должно быть. И часто снились сны, что я иду, я все вижу во сне. Почему все думают, что я не вижу? Ведь я все вижу. Ну, вот такой вот сон. Но, видимо, это какие-то подсознательные моменты. Первый год я просыпалась и сразу испытывала стресс от того, что вот я видела только что во сне, и вот сейчас я не вижу. Как так? Ведь я только что видела. Ну, я уже привыкла к своим чашкам, привычка к чашкам. И второй момент еще. Мне сделали такой прибор, который вешается сюда вот на край, опускается, и когда вода достигает этого прибора, он так, типа, как крючок вешается, и она начинает пикать. И, ну, все равно ловче получается вот так. Память тела очень хорошо срабатывает. Примерно с продуктами тот работник просто выкладывает на стол. Я знаю по... Здесь я взяла в руку, я знаю, что это. У меня нет с этим проблем. Я когда разговариваю с человеком, мне очень сильно не хватает посмотреть в глаза. Я знаю, что люди, когда смотрят на меня, разговаривают со мной, они со мной. Но есть такое ощущение, что ты один во всем мире, и вокруг пустота. Если я прихожу с сопровождающим, сопровождающий обычно не знает обо мне ничего. То есть я, потому что человека попросила меня провести в больницу. А врач, так как зрение может зацепиться только за того человека, она сразу начинает с ним разговаривать. А человек ничего не знает. Я как ребенок стала, которого привели за руку и за который должен кто-то сказать. Спросите у меня, я скажу, я все знаю, о себе-то точно. К сожалению, так складывается жизнь, что никто мне не сказал, что я не буду с тобой общаться, что ты такая. Никто так не скажет, но все отдалились. Нет таких людей, которые бы сами хотели со мной проводить время. Мне так кажется. Я хочу, например, сходить в театр. Уже полгода я кого-нибудь уговариваю, сразу параллельно троих девочек. Я уговариваю сходить со мной. Сначала пытаюсь спросить, давай сходим, нет активности. Потом посмотри репертуар, нет активности. Сама посмотрела репертуар, свела это, все заняты. Пока сижу. Вот так это пока происходит. Это я разметку сделала скотчем. Здесь будет окно. И будет... Я хотела где-то сделать надпись, такую невидимую. Не бойся, называется. И будут два фонаря здесь. Но пока она не доработана. Пока вот только разметка. Потом я буду снимать потихоньку. И здесь вот эти линии доделывать. Помимо быта, я рисую. Пока нет возможности дальше пойти, потому что холсты стоят дорого. И вряд ли я стану тратить на это деньги. По деньгам я живу на пенсию, пособие по инвалидности. Но это 637 рублей на данный момент. Иногда я себе там позволяю что-нибудь такое купить. Там, например, крем для лица. В первый год я вообще не думала, что я когда-то куплю себе крем для лица. Потому что я была в таком стрессе. Я раньше была шмоточницей. Вот. И сейчас мне это очень сильно помогло. Единственное, что не смогла носить свои все туфли на каблуках. Но я сильно по этому поводу не переживаю. Сейчас у меня идет переписка со швейцарской клиникой. Еще есть вторая переписка с клиникой в Майами. Они выставили мне ценник, прайс. За 200 тысяч долларов это имплантация сетчатки. Конечная цель это все-таки дойти до операции какой-то такой, которая восстановит мне зрение. А здесь просто трость не цепляется ни за что. И очень хорошо по коридорам таким ходить. У меня всегда было желание иметь семью, детей, свой дом. У меня вот я иногда думаю про дом. Что, ну, что вот то, что я прожила 19 лет в общежитии, да, что что никогда не будет своего дома, там. Вот это вот очень меня сильно. Потому что я чувствую, как будто бы я здесь пришла переночевать, что это что-то временное. Наверное, проходит какое-то время, вот как у меня, и понимаешь, что жизнь — это не борьба с кем-то. Это просто, ну, наверное, надо как-то приспособиться, что-то как-то... Ну, в любом состоянии человек, наверное, может что-то сделать. Эй! Нет! Ну, я вот боюсь зимы, что потому что с тростью, во-первых, сложнее будет выходить, потому что начинается там лед, все это, трость, ну, не чувствуется тростью уже. Субтитры создавал DimaTorzok 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 субтитры создавал DimaTorzok